Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Вяткин Александр, и это канал Команда ГОСТ Плюс. И сегодня настала пора рассказать, так скажем, об основе основ, о том, без чего качественный монтаж, если и возможен, то будет очень сильно затруднен и обойдется гораздо дороже, о проекте электроснабжения. Чем же так полезен и зачем, а главное, кому нужен электропроект? Данное видео предназначено не для специалистов, а для простых людей, которые хотят, чтобы электропроводка в их доме была не только надежной, но еще и выгодной. Поэтому не будем влезать в самые дебри и всячески усложнять повествования, только конкретные, доступные каждому факты. Ну а тем, кто хочет с головой погрузиться в тему проектирования электропроводки, я настоятельно рекомендую прочтению книгу Виктора Дмитриевича Манкова «Основы проектирования системы электроснабжения». Там вас ожидают 650 страниц отборного технического текста. В общем, будет что почитать перед сном. Найти эту книгу вы легко сможете в любом поисковике. Ну а мы приступим. Итак, проект электроснабжения. Он же электропроект, он же проект ИОМ, а точнее раздел ИОМ. Это совокупность чертежей и документов, определяющих структуру, состав и параметры будущей электропроводки. А также проект позволяет определить точное количество и стоимость работ, а также количество, тип и наименование материалов, комплектующих и расходников, которые потребуется потратить на объекте. Я предлагаю в первую очередь определиться, кому все-таки нужен электропроект. Итак, проект электроснабжения вам нужен, если пункт 1. Выделенная мощность на вашем объекте превышает 15 кВт. Тут ничего не поделаешь. Другое дело, что зачастую это всего лишь формальность, то есть бумажка, которая не несет в себе никакой практической пользы. Да и что говорить, порою даже проекты составляются уже постфактум, то есть после монтажа. Но о том, как должен выглядеть проект, чтобы он действительно помог сэкономить время, деньги и нервы, мы поговорим в конце. Пункт 2. Проект нужен вам, если вы хотите точно заранее знать, сколько вы потратите денег на монтаж и материал. Чтобы потом для вас не оказалось сюрпризом, что вдруг монтаж кабеля оказалось стоит не 10 тысяч, а, например, 25, потому что стены оказались не те, метраж больше, сириус в пятом доме и так далее. Да и если вдруг монтажники обсчитаются и будет лишний материал на объекте, его тоже вряд ли кто-то будет выкупать. Ну, типа запас. Например, я много раз видел электрощиты в квартирах, в котором из 10 установленных автоматов 6 никуда не подключены. Делается это, чтобы не возвращать заказчику деньги за автоматы, количество которых было выбрано по принципу случайных чисел. Неотъемлемой частью нашего проекта электроснабжения является точная смета на работы и спецификация материалов, где каждый пункт прописан отдельно и имеет четкое определение, благодаря чему заказчик видит, за что конкретно он платит деньги и сколько еще до начала работ. Пункт 3. Электропроект вам нужен, если вы хотите, чтобы в конечном итоге все розетки, выключатели и освещение оказались на своих местах и при этом не мешали установке мебели, а распределение нагрузки по группам было максимально грамотным и комфортным. Нередко случается, что после окончания ремонта, когда уже ничего нельзя изменить, оказывается, что забыли установить розетки тут, там и вот здесь. А при выключении, например, посудомоечной машины у вас отключаются еще розетки в спальне или, например, свет на кухне. Вы можете возразить, что расположение светильников, розеток и выключателей отображается в дизайн-проекте, и многие заказчики действительно считают, что дизайн-проекта достаточно для подсчета и начала электромонтажных работ. Но это не так. Дизайн-проект никоим образом не отменяет составление электропроекта. Ведь ни один дизайнер вам не подсчитает точное количество распределительных коробок, метраж штроп, кабелей и так далее. Я уже не говорю о разбитии потребителей на группы и подбор аппаратов защиты. В общем, смотрите пункт 2. Да и при отсутствии опыта монтажа дизайнеру крайне сложно предугадать все мелочи и нюансы, которые могут возникнуть в процессе электромонтажных работ. Например, очень часто бывает, что невозможно установить чит подходящего размера на выбранное дизайнером место. Или ширина блока розеток и выключателей физически не помещается на предназначенный для него простенок и так далее и тому подобное. Что неминуемо приводит к куче изменений и переносов прямо в процессе работ, которые ну никак не провести без участия заказчика. И это в лучшем случае, и об этом будет следующий пункт. Ну а в худшем случае, если не сказать в большинстве, нанятый вами электрик не заинтересован ждать, пока заказчик посоветуется с супругой, с коллегами полазить на форумах и, наконец, примет решение о переносе каких-нибудь выключателей. Время, знаете ли, деньги. Монтажник сделает как получится, как быстрее и проще. И только на этапе чистовых работ, когда переделать уже ничего нельзя, окажется, что, например, в том месте, где планировалось 4 выключателя, установлен всего один подрозетник и все кабели выведены в него. Ну а где вы будете искать 4-клавишный выключатель и каким образом вы затолкаете все это безобразие в подрозетник малой глубины, это уже ваши проблемы. И таких примеров можно привести множество. Главный тезис здесь таков. Ни дизайн-проект, ни какой бы то ни было технический дизайн не могут заменить проект электроснабжения, а могут быть лишь техзаданием для его составления. И только проект ИОМ может гарантировать вам, что ожидания и реальность совпадут. Скажу честно, дизайн проектов и технических дизайнов, которые остались бы без изменений, я в своей практике не встречал. Пункт 4. Проект электроснабжения вам нужен, если у вас нет свободного ненужного времени, которое хочется потратить на поездки, постоянное согласование с рабочими, закупку материалов частями и так далее и тому подобное. Например, если вы заказываете электромонтажную работу в команде ГОСТ Плюс, вам требуется появиться на объекте всего 3 раза. Первый раз на конституционном выезде, когда идет сбор данных и техзадания для составления проекта, и идет знакомство с объектом, чтобы избежать проблем, описанных в пункте 3. Второй раз сразу после разметки, чтобы увидеть, как выглядят на стенах расположения электроустановочных изделий, так сказать, вживую, и если потребуется, внести корректировки. И третий раз при приемке готового объекта. Мы ценим время наших заказчиков, и именно работы по проекту позволяют освободить заказчика от участия в монтаже. Все согласовано заранее, и результат известен наперед. И нет никакой необходимости стоять над душой и контролировать каждый наш шаг. И уж боже упаси использовать заказчика как службу доставки материалов. Если заказчика приезжает на объект, то по собственному желанию, так сказать, посмотреть, полюбоваться. И тут несложно догадаться, что будет, если монтаж производится без проекта. Нет, конечно, если вам нужен монтаж а-ля 70-е, с одной розеткой на 6 квадратных метров, и с одним выключателем и светильником в каждой комнате, то, может быть, у вас что-то и получится. Но мне как-то такие объекты почему-то не попадаются. Посудите сами. Чтобы начать делать то, не знаю что, и при этом еще назвать какую-то стоимость заранее, электрику уже требуется иметь некоторую степень раздолбайства. Вы уж простите. А что касается материалов, то тут варианта два. Либо материалы будут куплены с большим запасом, и часть из него будет вывезена в неизвестном направлении, а другая часть, например, осядет в вашем электрощите, как я рассказывал в пункте 2. Либо материалов будет постоянно не хватать. Давайте представим вполне стандартную ситуацию. Монтажнику не хватило кабеля. Как вы думаете, какова вероятность того, что он остановит работу, переоденется и поедет в магазин, да не в ближайший, который торгует непонятно чем, а будет добираться по пробкам к проверенному поставщику? Вследствие чего из-за 10-15 метров кабеля он потратит целый рабочий день бесплатно, купит необходимое количество и сделает работу качественно? Давайте я отвечу. Вероятность стремится к нулю. Нет, есть, конечно, честные монтажники, которые готовы терять убытки, лишь бы сохранить свое лицо и авторитет, но это скорее исключение из правила. Но вот более вероятный вариант это то, что за такую поездку заказчику будет выставлен счет. Это опять же в лучшем случае. А что более вероятно, будут использованы варианты с обрезками кабелей, с выполнением соединений в самых неожиданных местах, которые, разумеется, по классике будут выполнены через одно место. И будет выполнено объединение групп потребителей, которые должны были бы быть разделены. Или попросту кабели могут быть проложены наискосок. И поверьте, даже самого начитанного заказчика, прочитавшего все форумы и просмотревшего половину Ютуба, даже самый посредственный электрик всегда обведет вокруг пальца и задавится ими рассказами про 400 лет опыта работы на какой-нибудь подводной атомной столеплавильной шахте. Ну или в крайнем случае обматерить заказчика и, бросив недоделанный объект, сбежит, прихватив свои вещи и еще какой-нибудь аванс. Что-то длинный пункт получился, надеюсь, все все поняли. Пункт пятый. Проект вам нужен, если вы хотите, чтобы отделочные работы на вашем объекте закончились как можно быстрее, и при этом их качество осталось высоким. Начнем с того, что большинство из вас приобретает новое жилье в связи с тем, что в старом жилье стало тесно, неудобно или далеко до работы и так далее. Поэтому логично предположить, что вы хотите заселиться в новую квартиру или дом как можно быстрее. И проект в данном случае помогает как нельзя кстати, ведь в процессе работы монтажников неминуемо возникает необходимость проекта. И, открою секрет, проект делается практически всегда. Правда, выглядит он немножечко не так, как мы привыкли себе думать. Давайте попробую объяснить. В процессе монтажа, если он производится без проекта, всегда возникает масса непредвиденных ситуаций, да и просто банально невозможно все сразу удержать в голове. Поэтому возникает ситуация, когда монтажник должен прямо в процессе работ придумать, как ему выполнить то или иное действие. И этот процесс в принципе можно назвать составлением электропроекта, из чего возникает целых три интересных момента. Во-первых, монтажник тратит время не на работу, а на продумывание, как ему сделать эту работу. Вы можете сказать, ну и что, пускай, электрика делается относительно быстро, если сравнивать со всей отделкой в целом. Но сегодня посидел, подумал электрик, завтра сантехник, послезавтра гипсокартончик, и в итоге у нас не отделка квартиры, а совет директоров. И это еще не считая того факта, что монтажник, который монтирует электропроводку на объекте, и проектировщик, который проектирует то, как она должна быть смонтирована, это немножечко разные профессии. Это как если бы, начиная с приезда на скорой и заканчивая подбором анестезии и проведением самой операции непосредственно у больного, занимался один человек. И во-вторых, мастер прекрасно знает, что он потратит часть времени не на работу непосредственно, а на раздумывание за чашечкой чая. И поверьте, это время уже наверняка включено в стоимость работ. И тут возникает вопрос, а не будет ли лучше, если монтаж будет продумываться заранее, в удобном кресле за компьютером, пока в квартире производится монтаж перегородок, а штукатуривание стен, сантехника и так далее. Думаю, ответ очевиден. Ну а в-третьих, если монтажник не взял денег за проект, то более всего вероятно, что он и не собирается ничего проектировать. Просто сделает как получится, как попало в стиле а-ля Человек-паук. И бог с ними с криво проложенными трассами. Вопрос в том, что так делается весь монтаж. Если вы увидели такое творчество на потолке, нет почти никаких шансов, что электрощит или распред коробки собраны не таким же методом. Да и я не видел ни одного объекта, чтобы при подобной прокладке кабелей хотя бы подрозетники были установлены по уровню. Чего уж там. Нет, разумеется, на свете существует множество монтажников, которые делают все качественно. Трассы вот только кидают как попало, а все остальное у них прям на высоте. Красота-то ведь не главная. Но боюсь, что встретить этих монтажников вы сможете только в комментариях к данному видео. Нет, я не говорю, что все должно быть прям по линейке, без перфекционизма совсем никуда. Есть разумные пределы. Но не нужно быть перфекционистом, чтобы понять, что вот это вот просто отношение человека к своей работе. И к этому же пункту можно приписать, что если вы хотя бы в душе, хоть немножечко перфекционист, проект вам необходим. Проект электроснабжения – это, по сути, инструкция, подобная инструкции по сборке конструктора Lego. Он позволяет монтажникам работать, не отвлекаясь на решение проблем со смежниками, обдумывание различных мелочей и нюансов. А эстетический монтаж, как у команды Ghost Plus, это не результат мозговой деятельности монтажника в рабочее время. Это совокупность наличия проекта, опыта и грамотной разметки. Он получается таким практически сам по себе. Ведь все решения продуманы заранее, начиная от методов соединения проводов, заканчивая стандартным расположением штроп относительно групп различных электроустановочных изделий. Осталось только взять инструмент и сделать. Из всего вышесказанного становится ясно, что проект — это документ, без которого любой ремонт превращается в прыжок в неизвестность с непредсказуемым финалом. Проект электроснабжения, как и любой другой, значительно упрощает монтаж, бережет ваши деньги, нервы, время и всегда окупается. Но прежде чем вы возьмете телефон и начнете звонить в первую попавшуюся проектную организацию, я вынужден добавить огромную ложку дегтя в эту бочку меда. И прежде чем мы подробно рассмотрим конкретный проект нашей команды, предлагаю сначала посмотреть классический неправильный проект, чтобы всем стало понятно, что такое хорошо, а что такое плохо. Перед нами проект электроснабжения небольшого таунхауса с очень небольшой насыщенностью. Сразу скажу, это далеко не самый плохой проект из тех, которые нам присылали. Это, так скажем, классический вариант. Веселье начинается уже на листе с общими данными. В ведомости ссылочных документов указан свод правил, которого не существует в природе. Если не верите, можете загуглить. Нет, может быть, автор имел в виду СП-256-13-25-800 16-го года, но как мы увидим далее, проектировщик, судя по всему, в него даже и не заглядывал. Далее смотрим план розеточных групп на первом этаже. И первое, что нам бросается в глаза, привязки розеток и выводов кабелей. Во-первых, они вообще не проставлены, а если где-то и указана высота установки, то она явно взята от балды. Вот, например, вывод под питание вытяжки на высоте 1,30 м. Можете попробовать отмерить высоту 1,30 м и подойти к своей плите. Посмеемся вместе. Плита, если что, газовая. Ну да бог с ними, с привязками. Как можно видеть на плане, все распределения по потребителям производятся при помощи шлейфов. Про все недостатки шлейфов у нас есть отдельное видео, которое вы можете найти по ссылке. Но если коротко, то как минимум 256-й свод правил, название которого было неправильно прописано в начале, прямо запрещает шлейфовое подключение защитных и сильно ограничивает подключение силовых проводников по такой схеме. Если же имелось в виду обустройство распредкоробок внутри подрозетников, то это никоим образом не обозначено. Более того, это подразумевает использование углубленных подрозетников, кстати, типы наименования которых в спецификации вообще не указаны. Да и нет никакого нормального объяснения, почему мы должны делать двойную штрабу к каждому подрозетнику и закладывать два кабеля, когда можно было обойтись распредкоробкой на потолке. В общем, все эти вопросы, судя по всему, должны решать монтажники прямо на объекте, вместо того, чтобы делать монтаж. Что в свою очередь приведет к тому, что количество реально потраченного кабеля на объекте будет не совпадать с количеством указанных в спецификации, но об этом в конце. Также можно заметить, что кабели расположены самым нерациональным образом. Например, питание кухонных групп. Проведено аж через четыре стены, две из которых несущие, плюс лестничный марш. Хотя ничто нам не мешало пройти одну небольшую перегородку и без проблем попасть на кухню. Второй этаж. Тут помимо всего перечисленного, очевидно, бросается в глаза недостаток розеток. Например, возле кровати. Не думаю, что у кого-то возникнут вопросы в их необходимости, и заказчик, разумеется, впоследствии попросил их добавить в проект, но тут они отсутствуют. Также телевизор в детской. Телевизор есть, розеток нет. В общем, добавляем розетки, добавляем работы, и устранение этих недочетов опять же ложится на плечи монтажников. Вопрос, а оно им надо вообще? Ладно, с освещением такая же история. Везесущие шлейфы, схематичная и неинформативная отрисовка трасс, отсутствие привязок. Давайте теперь взглянем на однолинейную схему, и тут нас ждет еще пара сюрпризов. Во-первых, полное отсутствие дифф-защиты на розеточных группах, кроме санузлов. Если бы автор проекта знал правильное название 256-го свода правил, может быть, он бы и прочитал там пункт 10.13, который обязывает нас устанавливать устройство дифф-защиты на штепсельные розетки. Но нет. Дальше больше. Мы видим, что на розеточной группе у нас предусмотрены автоматические выключатели с номинальным током 10 А вместо 16. Может быть, там токи КЗ низкие или протяженность трасс большая? Нет. По нашим расчетам все оказалось в норме. Ну тогда ладно, меняем на автоматы С16 и поехали дальше. А нет. Внимание! На многие группы штепсельных розеток случайным образом предусмотрен кабель сечением 1,5 квадратных миллиметра. И теперь нам надо отделять кабель на розетки от кабеля на освещение и пересчитывать количество каждого сечения. Кто будет этим заниматься? Монтажники опять. Если кабели уже закуплены по этой спецификации, что, кстати, тоже часто бывает. Куда столько полторашки? В цветмет соседу подарить. Кусты малины привязывать. Кстати, противопожарное УЗО и защита от перепадов напряжения тоже отсутствуют. Но это уже мелочи. А вот следующий лист меня развеселил, пожалуй, больше всего. Подробная схема дополнительной системы уравнивания потенциалов со всеми картинками и даже указания типа и сечения проводника. Вот только места и методы прокладки этого проводника, как и его количество монтажники, опять же, должны определить сами. Как получится, наверное. И замечательный чертеж классического контура заземления, в то время как в спецификации указан комплект, который забивается в одну точку и не предполагает применения сварки. И завершает все это спецификация материалов. Тут сухие цифры. С учетом фактических изменений и недоделок проекта получилась следующая картина. Кабель 3х1,5. По проекту 250 метров. По факту ушло всего 208. И применялся он только на группы освещения. Кабель 3х2,5. По проекту 150 метров. По факту, с учетом недостающих розеток и лестничных маршей, ушло аж 340 метров. По итогу, если мы начинаем работать по этому проекту, то мы выбрасываем 50 метров 3х1,5 и срочно покупаем 190 метров 3х2,5, не считая всех остальных недочетов. Я понимаю, проект этот стоил, скорее всего, дешево. Но зачем было вообще платить за него деньги, если он не несет в себе никакой практической пользы? Это просто бумажка. Как мы могли убедиться, данные с позволения сказать проект не имеют никакой связи с реальностью, не говоря уже о недочетах и нарушениях, допущенных при его составлении. Он не несет в себе абсолютно никаких преимуществ, о которых я говорил ранее. И самое главное, эти проекты, они все такие. Нам наприсылали уже сотни проектов, и все они выглядят либо так же, либо еще хуже. И все комментарии под этим видео о том, что проект нафиг не нужен и только лишняя трата времени, написаны теми электриками, которые нормальный проект просто-напросто не держали в руках. Ведь качественный проект ИОМ дано увидеть не каждому, ибо проектировщиков, способных его составить, действительно единицы. Ну а теперь предлагаю рассмотреть один из наших проектов для частного дома из СИП-панелей. И поможет нам в этом один из создателей и главный проектировщик команды Госплюс Виталий Шкапин. Друзья, всем привет! Вот для примера я вам сейчас покажу кратенько проект одного из СИП-домов. Смотрите, тут у нас начальные три исходных листочка со стенами, обложка проекта, список листов проекта, ведомость ссылочных документов, пояснительная записка на двух листах, условное обозначение на двух листах. Далее у нас идут листы для каждого этажа с расположением светильников и выключателей. Здесь также указывается, помечается номер клавиши цифры и также светильник отмечается цифрой, чтобы было понятно, с какой клавиши что должно включаться. Впоследствии, когда листы с расстановкой отрисованы, они отправляются заказчику на согласование. Он согласовывает все это и далее мы приступаем уже к разработке самого непосредственно проекта. У нас идет на отдельных листах освещение, расположение элементов освещения, отдельная расстановка розеток, вот так она выглядит, с учетом мебели, указываются все высоты, подрозетники, учитывается проект кухни, что будет где расположено и так для каждого этажа. Отдельно учитывается при необходимости расстановка фасадных светильников. После того, как все эти расстановки согласованы, уже начинаем рисовать кабельные линии, распаечные коробки, вот так вот оно выглядит. сквозняки, подъемы и спуски, отмечаем уже группы, проходы сквозь стену, также обозначены, количество жил в кабельной линии, где-то есть трехжильные, где-то четырехжильные, и так же делается для каждого из этажей, то есть три листа освещения, здесь у нас цокольный этаж, первый этаж и второй этаж. По розеткам отдельные планы, все указывается отдельно, вот, можете посмотреть, как оно получается, вот так, вот на первом этаже насыщенность побольше, вот он целый лист, не знаю, хорошо ли вам видно или нет, напишите об этом в комментариях, как вам лучше показывать, помельче, покрупнее, потому что в планах есть снять видео о создании проекта поэтапное, если вам это интересно, пишите в комментариях, после розеточных линий рисуем также слаботочные линии, рисуем их из-за чего, из-за того, что у нас розетки для интернета и телевидения располагаются в одном блоке с силовыми розетками, и мы их обязаны учитывать тоже, чтобы потом не было никаких проблем и накладок, ну, также перечень всех кабельных линий слаботочки на все этажи, на отдельных листах отображаются у нас датчики системы защиты от протечек, также на отдельных листах отображаются системы уравнения потенциалов на все этажи, вот так это все выглядит, все, с планами мы закончили, дальше у нас идут однолинейные схемы, вот, например, однолинейная схема первого этажа, вот так она выглядит, она довольно-таки большая, на пяти листах А3 должна быть распечатана, вот, к этой схеме идет приложение, это расположение модульного оборудования в щитке и список групп, всех, которые здесь есть из этого щита, второй щит у нас идет в котельную, там чисто для оборудования, расположенного в котельной, также к нему расположение модульного оборудования, ну и сама однолинейная схема, по фазам все распределяем равномерно, учитываем, чтобы у нас было перекос не более 15% на фазу, вот, итоговое, итоговое значение, еще один щит у нас свой, для цокольного этажа, вот, к нему также однолинейная схема идет, и план расположения оборудования в щитке, и схема щита учета. Ну, на этом, собственно, весь проект заканчивается, то есть, весь проект у нас состоит из вот такого количества листов, видите, все листы перед вами. Кстати, по ссылке в описании вы можете найти полную версию видео у Виталия, где он в качестве бонуса еще раз берет однолинейную схему щита и все ее компоненты. Ну, а на этом, думаю, пора заканчивать. Мы сегодня столько рассказали и показали, что, думаю, каждый, кто мог понять, зачем нужен проект электроснабжения, понял это. Ну, а нет, так нет. В общем, заказывайте электромонтажные работы в команде ГОСТ Плюс, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал и не забывайте про нашу группу ВКонтакте. Спасибо за внимание и безопасного вам электричества. С вами были Вяткин Александр и Виталий Шкапин. Команда ГОСТ Плюс.